Сегодня премьер правительства России Дмитрий Бедведев проверил готовность школ к новому учебному году, причем не покидая пределы кабинета. Глава правительства провел видеоконференцию с представителями регионов. Участвовала в ней и Чувашия. 97% образовательных учреждений Чувашия готовы к новому учебному году. Подробнее Ольга Пырочкина. Добрый день, уважаемые коллеги, все, кто нас видит и слышит. У нас сегодня в широком составе с участием руководителей регионов или заместителей обсуждение готовности школ к новому учебному году. Буквально через пять дней 13,5 миллионов молодых россиян сядут за парты. Полтора миллиона из них в первый раз. Чтобы выяснить, какие преграды могут встать перед школьниками на пути к знаниям, глава правительства собрал так называемое селекторное совещание. Выяснилось, что к первому сентября готовы далеко не все. Опасения вызывают ситуацию только в шести регионах. Это Чукотский автомобиль Новгород, Магаданский область, Республика Тыван, Красноярский край, Республика Малшетия и Немецкий автомобиль Новгород, где готовы к новому учебному году пока менее 60% школ и детских садов. Чувашия в числе отстающих не числится. Для более чем 300 тысяч школьников республики первый звонок прозвенит вовремя. На подготовку образовательных учреждений региона из бюджетов разных уровней выделили более 2 миллиардов рублей. Мы перед школой поставили задачу, чтобы 15-му числу, но крайний срок 20-му числу подготовить все школы и все учреждения образования к новому учебному году. А я их напомню более тысячи, тысячи шесть, если быть более точным, которые находятся только в системе образования. В принципе, они все сегодня готовы к новому учебному году, подписаны акты. И, соответственно, есть одна школа, которая, лицей Лебедева, помните, наверное, да, история, которая закрыта на ремонт. Она находится сегодня под вопросом реконструкции и ремонта, в принципе, решается судьба этого лица. Поэтому, исходя из этого, остальные все учреждения образования готовы к началу учебного года. В новом учебном году школу Чувашии продолжат оснащать современными компьютерами, лабораторным оборудованием, спортивным инвентарем и книгами. На это планируют потратить почти 600 миллионов рублей. Кроме того, около 80 миллионов пойдет на то, чтобы дети хорошо питались, на модернизацию школьных столовых. Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Республика.